Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. И сегодня с вами программа «Открывашка». Меня зовут Софья Занько, и я сегодня буду вести эту программу. Сегодня очень необычный эфир. К нам пришли наши коллеги с телеканала ТНТ. Программа «Ультрамарин». Ирина Лимонова, представься, пожалуйста. Лимонова. Лимонова? Здравствуйте. Лимонова. Извините, пожалуйста. И Софья, Софья, поздоровайся. Здравствуйте. Ну что, девочки, как провели первый выходной день? Я думаю, это было прекрасно. Да, Софья? Ну да, сегодня солнечный денёк, как и вчера. Также сегодня с нами наш редактор Светлана Занько. Добрый день. Уважаемые слушатели, дорогая дочь. Я очень немножечко волнуюсь. Я вижу, да. Да, и сегодня с нами наша дорогая гостья Татьяна Максимчук. Да, здравствуйте всем. Всех поздравляю, кстати, с хорошим настроением, потому что с такой погодой за окном просто по-другому быть не может и не должно. Верно. Грибов вот только нет. Вот эта жалость большая. Да, очень большая. Ну, давай мы, Соня, всё-таки девочек представим окончательно. Ирина Лимонова и Соня Бакулева. Бакулина. Бакулина. Запишем. Мы от волнения три раза записали фамилию девочек. Уже привыкли называть Ириной и Соней, а вот с фамилиями не очень разумеется. Да, вообще ни разу не называли. Почему привыкли, мы сейчас расскажем. Мы ведь не первый раз уже видимся. Мы видимся уже второй раз. У нас была предварительная такая небольшая программа в пятницу. Девочки приходили к нам общаться, здороваться. Ну, и мы уже привыкли, что вот Ирина, Соня с фамилиями ни разу ещё не называли. Ну что, что-то новое для нас? Да, ну, такая история такая хорошая. Девчонки, может быть, вы сами расскажете, как вы сегодня оказались в студии и что мы с вами в пятницу делали. У нас не было прямого эфира, мы просто собирались здесь в студии. Давай, Орин, ты начинай. Мы пришли в студию, чтобы, во-первых, познакомиться, узнать, что вообще здесь происходит, какие тут дети, вообще, что такое открывашка, потому что мы вообще не знали, что есть какое-то детское радио, на котором работают нормальные маленькие дети. нас приняли очень хорошо. Нам, правда, понравилось в пятницу с вами. Жалко, сегодня нет некоторых детей, которые были тогда. У нас просто вся студия не вместит всех наших ведущих. Ну, вот именно тех четверых, которые были тогда. Сегодня из пятничных только Софья, ну, и уже на это спасибо. А может, Федя заболел, но он был в пятницу. Но он должен за нас болеть сегодня, сидеть, держать кулачки. Были с нами Алина и Миша Буллетун. Это ребята, которые пришли как раз ведущие из гостей открывашки, из тех, кто звонит, из слушателей, да? А давай спросим еще у Сони. Соня, а тебе как? Ты с какими мыслями пришла к нам в пятницу знакомиться? И под каким впечатлением вышла из этой студии? Когда мы пришли, я думала, и сейчас думаю, что радиоведущие и телеведущие — это два разных мира. И мы с Ириной пришли сюда, чтобы понять, что такое радиоведущие и каково быть ими. Сейчас я понимаю, что это сложно, потому что надо держаться и голосом управлять, потому что голос — визитная карточка, а не как у телеведущих — лицо и внешность. Это здорово, что вы это поняли, потому что все-таки это и правда два разных мира. Но сегодня у нас программа не совсем о телеканалах или о радио каких-то линиях. Вот сегодня мы пришли поговорить о распределении карманных денег. О, это хорошая тема. Отличная тема для всех подростков, да и, мне кажется, и для взрослых. Приходишь, например, с новой зарплаты, а выходишь уже там со 100 рублями в кармане, да? Куда приходишь? В магазин. В магазин за молоком. Я даже знаю, какой магазин. Там не молоко продают. Да, давай мы скажем, что Татьяна Максимчук, наша Костя, которая нам подняла этот градус настроения, указав на хорошую погоду, она представляет компанию бухгалтера и я, и у нас на столе сейчас такие пачки буквально денег и мешки с деньгами, и у нас такие вазы с деньгами, еще такие пакетики с непонятно чем, девчонки. Опишите, что у вас сейчас в руках, Ирина? На самом деле мы пришли сюда, чтобы не то, чтобы рассказать, а попробовать вам угадать, что же это такое. А тогда не будем. Тогда не будем пока. Вот попозже, когда вопрос зададим. Интрига. То есть у девочек тут интрига, оказывается, в руках, это ваша заготовка. Да, и Татьяна Максимчук, руководитель компании «Бухгалтеры. Я», мы тут предварительно накидали сценарий, но повычеркивали много чего. Мы решили, что не будем рассказывать про историю денег, как они возникли. Это другая совершенно программа, а посовещавшись с девчонками, решили, что, наверное, самое важное нам сейчас узнать, как сделать так, чтобы на все хватало карманных денег. Да, да. Как сделать так. И нам Татьяна сказала, что я вам помогу. Я вам помогу. Все начнем. Постараемся, да. Ну, в первую очередь, так как я человек сферы бухгалтерии, да, а бухгалтерия любит счет. Поэтому любые карманные деньги нужно что делать? Считать? Считать. Да. Обязательно вести учет. То есть, сколько вам, получается, родители выдали денежных средств и сколько вы потратили. И бывает так, что даже какие-то небольшие траты нужно обязательно записывать. Вот я хотела спросить. Можно учет производить в уме или все-таки необходимо вести бухгалтерскую книгу? Нет. Надо, конечно же, записывать, потому что, конечно, человеческий мозг способен на многое, но не думаю, что на этом этапе это нужно делать. То есть, обязательно берем простую тетрадь, элементарную, делим на две части. Слева доходы, справа расходы. И выводим, сколько у вас получается доходов и расходов. Распределяем, то есть, можно так сказать. Сначала просто считаем. Я бы порекомендовала тебя просто посчитать. То есть, на какой итог вы выходите. То есть, вы либо перерасходуете, либо у вас еще что-то остается. Без планирования. Без. Вот сколько есть и сколько ты потратил. А потом уже будет ясно. Потом уже нужно заводить статьи расходов. Например, проезд, конфеты, чипсы, кока-кола. То есть, я бы назвала это вредные. Самое любимое, да, подростков. Вредные, вредные вещества это, да. Вот. И тогда уже будет понятно, куда у вас уходят деньги. Потому что все равно родители вам выдают денежные средства, наверное, и, грубо говоря, на ваши все какие-то хорошие нужды. Они не хотят, чтобы вы тратили на кока-колу. Куда уходят деньги, в какие города. А давайте спросим сейчас. Родители нам в секрет не знают, что куда. Признайтесь, я-то знаю, сколько я дочери своей выдаю карманных денег каждую неделю. А давайте спросим еще у наших гостей, вот у Сони и у Ирины. Вам они есть? Вы с карманными деньгами, девочки? Или без карманных денег? Потому что у родителей, я как родители знаю, и вы, Татьяна, наверное, тоже знаете, разная политика по этому поводу. Кто-то выдают, а кто-то нет. Их как бы выдают, но как бы и нет. Можно сказать, по ситуации. То есть, нужно, например, купить, я не знаю, обложки в школу, линейку, тетрадку. Тогда мама дает, то есть, на что-то полезное. А так... Под конкретную статью расхода. Вот сейчас Татьяна сказала. А у тебя, Соня, как и нет? Мне тоже выдают карманные деньги. Иногда мне выдают, допустим, одну неделю мне выдают каждый день понемногу, а следующую неделю мне дают определенную сумму, я ее должна растянуть на неделю. От чего это зависит? Вот тебе мама и папа там выдают деньги? Настроение или просто по какой-то ситуации? Ну, сколько у нее в кошельке есть денег, и столько она мне как бы... Она распределяет кошелек, да. А тебе, Соня, Заньку, как выдают деньги? Можешь сказать? Я уже боюсь говорить. Мне со стороны интересно, как это выглядит. Ну, я считаю, что у моей мамы правильная политика. Она мне выдает все-таки сумму в какой-то конкретный день. Например, у меня есть конкретная сумма денег. Я ее за одну неделю не потратила. Мне, например, осталось еще на вторую. Я могу на эти деньги, например, купить себе что-то в школе покушать или с друзьями пойти погулять, что-нибудь с собой взять. То есть деньги у меня остаются, я при деньгах. У меня все хорошо. Потом, если у меня они заканчиваются, я так свободно к маме подхожу и говорю, мам, мне нужны конкретные деньги на такое, такое, такое. Мама мне конкретные денежки дает, и я их снова растягиваю на неделю, на две. То есть мне как-то этого хватает, и очень удобно. Там еще всякие призовые бывают у нас в семье. Это правильно, да. Да, но я бы порекомендовала все-таки бюджет. То есть то, когда выдают просто сначала одну сумму, потом другую сумму. Это немножко неправильно с точки зрения планирования. То есть нужно поработать именно с бюджетом. То есть, допустим, выдают вам, ну, к примеру, да, возьмем 100 рублей на неделю. И вот так каждую неделю. Конкретная сумма одинаковая. Конкретная. Как зарплата у взрослых. Да, 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 да. То есть нужно же приучать к взрослой жизни, получается. А тут ведь у нас как выдают. А если уже, допустим, по семейным какие-то призовые бонусы, можно ведь и повышение зарплаты сделать. Вот, мы сейчас разберемся. Вы поймете, родители, исходя из чего могут выдавать вам призовые, да, и исходя из чего вы можете распределять свои деньги. Ну, давайте подключать наших слушателей. Да, давайте зададим первый вопрос, я думаю. А потом расскажем про призов. Да, я знаю, что девочки у нас прекрасно подготовлены. Давайте кто-нибудь из вас задаст первый вопрос. Кто хочет? Соня, вперед. На что обычно откладывают деньги предусмотренные граждане? Предусмотрительные граждане. Предусмотрительные граждане. Да, это нормально, я ошибаюсь тоже. И подсказка у тебя есть, я знаю. Ответ из крылатой фразы. Ага. Крылатого выражения такого. 211-101. 211-101 наш телефон. Звоните, участвуйте, отвечайте на вопросы. 211-101, на что обычно откладывают деньги предусмотрительные граждане. Очень известная крылатая фраза, об этом нам говорит. 211-101. Расскажем про призы сегодняшние. Да, сегодня у нас очень много необычных призов и для подростков, и для детей. И даже есть спецприз. Итак, как всегда, с нами наши любимые книги. Это энциклопедия «Что? Как? Почему?» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Астрономия» для ребят тоже от 6 лет. «Природа в деталях. Деревья». Для ребят от 6 лет, но я могу сказать, что эта книга настолько интересная. Наша любимая. Это наша любимая просто серия книжек, что я могу ее порекомендовать и для детей, у которых сейчас в школе биологии. Там яркие картинки, очень интересно изучать. По секрету, скажем, Софья давно смотрит на эту книжку. Да, я уже ее пытаюсь разыграть, разыграть, чтобы не смотреть на нее, а все смотрю и смотрю, да. Так, также у нас есть для ребят уже от 12 лет «Я уеду жить в свитер». Наверное, такое странное название. Книжку я, кстати, вот вижу. Она очень цветная. Я даже в камеру сейчас покажу, кто видит. И очень интересная. Я думаю, будет интересно почитать. Заодно, может, кто-нибудь мне позвонит и расскажет. Вот. Также есть всем известная книга «Драконья сага», тоже 12+. Одна из серий, да, «Драконья сага». Кто давно смотрит, кто давно читает. Также есть «Бобренок Фибии» или «Сбежавший сапфир». Вот это 0+. Да, это 0+. Это для малышей и родителей. Также у нас есть «Часаде» и «Часовое время», тоже 12+. Это мировой бестселлер. И приглашение. Нет, почему? У нас же есть еще спецприз. Это игра «Миллионер». Тематическая игра. Бизнес-игра. Да. Татьяна, хорошая игра «Миллионер». Да. Да? Да. Рекомендуйте. Вот она полезна для того, чтобы изучать собственный бюджет. Да, да. Ну так у нее какая, получается, ценз от скольки лет? А, посмотри, пожалуйста, Сань, пока мы сейчас... Я договорю, какие у нас призы, а ты посмотри, от скольки лет это игра «Миллионер». Потому что есть похожие игры, типа «Монополий» и так далее. Да, 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 да. Но они разные по своей сложности. Да. Сейчас мы посмотрим. У нас есть телефонный звонок. Перед тем, как его принять, расскажу еще, какие у нас есть приглашения. Приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея «Дорога домой». Там выставка. Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена». Приглашение на двоих в Кота-кафе «Зуки». Вот, кстати, очень популярный сейчас с кошечками формат. Приглашение, да. У нас есть Кота-кафе? Конечно. Есть. Да вы что? Нет. Уже год существует. Прекрасная совершенно история. И каждое воскресенье в нашей программе мы разыгрываем туда бесплатные приглашения. Буду знать. Приглашение на двоих в батутный клуб «Левел Ап» на Сурикова-14. Это новая история с батутным клубом. Всегда ребята любят выигрывать сюда призы. И приглашение на спектакль «Золушка» в Кировский драмтеатр. Там как раз 12+. Это очень интересный, кстати, спектакль. Современный. Новая трактовка «Золушки». Принимай звонок. Да, я, кстати, узнала. Подождите, я узнала, что за игра. Это «Миллионер 3+.» А, совсем так. Для маленьких, да? Ну что ж, принимаем звонок. Привет. Как тебя зовут? Привет. Как твое имя? Меня зовут Аня. Аня, очень приятно. Ты сегодня как провела денек? Начиналась твой день с чего? Ну, не знаю. Я встала. Ну, не знаю. Счастливый ребенок. Счастливый ребенок. На работу не пошел. Включила кровошку и слушает. Сколько тебе лет? Мне восемь. Восемь лет. Правильно, Ань? Да. Ой, хорошо. А то тут это куда-то пропало, мы не сразу услышали. Давайте повторим вопрос сразу же, девочки. Соня, повтори нам вопрос. Какой у нас был? На что обычно откладывают деньги предусмотрительные граждане? Мне кажется, на черный день. Ура! Молодец! Это молодец! Я понимаю, ты не первый раз, да, у нас? Да. Что-то твой голосок очень запоминается. Это приятно, когда постоянные слушатели. Да. Ты что выбираешь? Книжку или приглашение? Я бы хотела книжку «Природа в деталях деревьев». Ты молодец! Прям тебя поздравляю! Учения Зоси закончились. Это просто прекрасная книга. Ты потом можешь посмотреть на нее, ну и, конечно же, зайти к нам, почитать. Да, Анечка, не клади трубку, поговори с нашим продюсером. Поймешь, как забрать. Ну, если Аня у нас уже была, она знает, как запирать приз. Все понятно. Итак, так прежде, чем мы с вами двинемся дальше, давайте сразу зададим еще один вопрос. И продолжим разговор о деньгах. Пожалуйста, Ирина. Любой, просто давайте любой. Ну, девочки, подожди, они же первый раз у нас в прямом эфире. У них там много вопросов. Определяйтесь с любым. Что у вас там заготовлено? У нас есть вопрос. Что делает с рублем копейка? Ага. Что делает с рублем копейка? Хороший вопрос. Тоже, кстати, есть такое выражение. Поехали дальше. Мы с Татьяной разговаривали о том, а для чего, что нужно завести бухгалтерскую книгу, дневник ведения своих расходов. Ну, или планер. Сначала, мне это понравилась история, я, кстати, так и начинала. Сначала просто смотрела, сколько у меня приходило денег, и на что я их тратила. А потом стала делать выводы. Стала делать выводы, и стала, как вы и сказали, Татьяна, вот я делюсь взрослым опытом, даже во взрослом состоянии, там, к этому время от времени приходишь, потом бросаешь бухгалтерскую книгу, потом опять... Она пылится, дочь ее выбрасывает. У меня был вопрос, почему мне все время не хватает на новые шторы в доме? Ну, почему? Я решила сделать... Все время куда-то деньги уходили, да? Я решила, вот, кстати говоря, проанализировать, и потом стала так пытаться направлять потоки, чтобы мне хватило на шторы, и на поездку, и на отпуск, и на новые... И чтобы мне что-то хватило, да? Вот это ведь касается любого возраста, с карманными деньгами точно так же у подростков. Да. Обязательно, когда копите, нужно процент просто откладывать определенный, и обязательно иметь цель. То есть копить деньги ради того, чтобы иметь деньги и в остатке, чтобы у вас оставалось, это неправильно. У вас должна быть мотивация, на что вы копите, получается, деньги. Как правило, конечно... Не как скрутишь горочку на копилку. Да, да, и нырять потом в нее, да, да, да. Для юных слушателей процент – это часть, просто может, кто-то не знает. Да, 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 извиняюсь сразу. То есть получается, некую часть вы должны откладывать. То есть, допустим, вам дают 100 рублей, 10 рублей вы сразу в копилочку отложили. А вот 10% – это же такой известный процент, да? Вроде бы ты не страдаешь от него, что ты 10% экономишь. И с другой стороны, ваша пословица, на которую ответит наш слушатель, уже есть звонок, она подтвердит эту историю. Давайте попробуем попросить наших гостей, Ирину или Соню, принять этот звонок от нашего слушателя. Кто? Ирина показывает на Соню. Соня надувала губы, но будет принимать звонок. Давай, Соня. Просто поздоровайся, спроси, как зовут нашего слушателя. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Миша. Как у тебя дела? Хорошо. Как ты начал сегодняшний день? Проснулся, сел, слушаю. Отлично. Давайте повторим вопрос, Соня. Что делает с рублем копейка? Копейка рубль бережет. Это правильно, молодец. Все правильно. Мы сейчас как раз расскажем про то, как она будет беречь копейка рубль, как можно отложить деньги из своих карманных. Ну и предлагаем выбрать приз. Какой ты хочешь приз? Можно к редактору? Да, конечно. Хорошо. Мы переведем сейчас телефонный звонок на редактора, а редактор мне напишет в тайном документе, здесь на компьютере, что ты выбрал. Спасибо. Продолжаем. Итак, как так распределить бюджет, свои карманные деньги, чтобы на все хватило, еще откладывать можно было? Итак, мы сказали, девочки, что сказала наша гостья, что нужно, чтобы у тебя было цель? Надо откладывать по 10%, ну, часть какой-то, да. Например. 10% и что обязательно должно быть еще у тебя? Цель. Цель, да. Ну, на самом деле, не 10% является самым распространенным, а так называемый метод Паретта. Он применим вообще во всех сферах жизни. 20 на 80. Но это, конечно, в идеале. То есть это получается чуть больше, чем просто какую-то часть нужно откладывать. Тогда будет идеально. То есть, например, 10% тебе удобно, ты не страдаешь от того, что сколько-то, ну, представим, что сдают тебе родители 100 рублей. 10 рублей ты можешь отложить без всяких потен. А метод Паретта тебе говорит, что давай не 10, а 20. Может быть, немножко напряжно, но зато цель будет приближаться. Да, быстрее. В смысле метод Паретта. Как тут сможешь купить, например, через несколько лет. Как тут 10 рублей можешь купить, а через несколько лет дерево бабло, а ты можешь купить, да. Вот. Ну, а что еще у нас получается? А цель должна быть близкая или далекая, чтобы ты накопил и вот, ну, не бросил ввести свой бюджет? Цель должна быть достижимая. Не домик на Канарах, да, либо куклу за, там, знаете, да, конфетти из куклы, они стоят некоторые 10 тысяч. Вот это мы еще не сказали. Есть куклы за куклу. Это очень недостижимая цель с точки зрения именно бюджета. И родителей. И родителей. Вряд ли даже, если они накопите 10 тысяч, то родители будут счастливы, что мы подразили. Да, 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 да. То есть цель именно достижимая, то есть в ближайшее время. То есть нужно четко осознавать. Это ко мне, да? Ведущим. Вопрос к ведущим. В данный момент времени у вас есть цель, на что бы вы хотели накопить, накопить деньги? Ну, Жусь, давай. Я хочу конкретно накопить на, вот у нас проходят сейчас акции, например, можно поехать в любую страну или город, если ты хорошо отличаешься на Олимпиадах. Но нужно купить предварительно билет, ну и в принципе нужны там накарманные расходы. Я сейчас хочу, я вот у меня есть копилка, я откладываю тоже небольшой процентик. Я хочу, чтобы когда пришло время, возможно, я вот сейчас везде участвую, чтобы меня выбрали, у меня были конкретные деньги, я смогла с ними поехать и расходовать их там. Мама, бальзам для маминой души. Мало того, что ребенок признался, что будет в Олимпиадах участвовать, она еще и денег карманет. Я уже два года это делала, ладно. Молодец, Соня. В данный момент я коплю на поездку в Москву, я хочу на неделю съездить со своими родителями, прогуляться там, походить по разным заведениям. Да, и достопримечательностям, и провести с моими родителями время. То есть тоже накарманные расходы в Москве, когда ты поедешь с Натулей. Ну да, хорошая цель. Так, Ирина. Я коплю очень давно, примерно год, но, к сожалению, я не могу сказать, на что я коплю, но единственное, наверное, что я могу сказать, ну, это в талаге, что моя мама знает, на что я коплю, и если она сейчас это слушает, она по-любому... Вот ты держишься, копишь, да? Молодец. Это уже хорошая история, да? Ведь иногда говорят, что деньги любят тишину, что не надо никому там рассказывать. А это правда вообще, про деньги любят тишину? Я бы, скорее, сказала, деньги к деньгам. Начнете копить, появится цель, и начнут деньги появляться. Я знаю, что мы должны уйти на перерыв, Соня. Я только должна сказать, что указывает нам наш продюсер Вера Власова, что игра 6+, 3+, не бывает. Да, не бывает. Роскомнадзор говорит правду, либо 0+, либо 6+, по-другому не бывает. Хорошо. Девочки, вот сейчас у нас будет песня, которую вы сами выбрали. Немножечко в двух словах буквально. Музыкальная пауза. Да, музыкальная пауза. А давайте сначала послушаем, потом расскажешь. Можно? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Сожги все, как в последний день. Turn it up, turn it up. Слым и ночи нисходит тень. И кто ты такой говорит, чтоб мне, что очень похож на других парней. Мы возрастный класс для таких вещей. Так что... Так живи как хочешь. Это жизнь твоя. Ты без все сомнения. Дина одна. И снова с вами наша программа «Открывашка». После небольшой, короткой, музыкальной такой паузы. Сегодня, я напоминаю, у нас необычная программа. Мы говорим о бюджете. Для подростков, для взрослых, для всех. Сегодня с нами наши дорогие ведущие гости с канала ТНТ. Ну, давайте еще раз поздороваемся со всеми. Здравствуйте. Приветик. И гостья наши, дорогая Татьяна Максимчук. Да, здравствуйте. Татьяна Максимчук, руководитель компании «Бухгалтеры и я», Ирина и Соня, ведущие программы «Ультрамарин». Классная сейчас прозвучала композиция. Да, интересная, яркая, зажигательная. Ну, новая для нас, правда? Расскажите про нее, что это такое. Мы просто должны сказать, что мы уже которую программу знакомим у наших слушателей, прежде всего родителей и, наверное, детей с музыкой современной, которые подростки слушают. А чтобы не колобок-колобок, ты куда покатился? Хорошо. Итак, кто это сегодня был с нами? Это замечательная группа BTS, это корейская группа и трек называется «Fire». Ну, огонь, если по-русски говорить. Это любимая группа одной из девочек из «Ультрамарина». И на самом-то деле «Ультрамарин» — это очень дружный коллектив, и каждый год мы ездим в один и тот же лагерь. И каждую смену у нас какая-то определенная песня звучит как символ. И в этом году это была как раз-таки вот эта песня BTS. Вот я послушаю уже BTS, потому что я тоже для себя давным-давно приняла решение, что нужно слушать то, что интересно современным подросткам. Софья для меня просто новый мир открывает каждый раз. 21 pilots, да, и всякое такое. И всякое такое. Непонятное. Совершенно верно. Спасибо вам за эту композицию. Нам подсказывает наш продюсер, что нам нужно задать какой-то супер-пупер-сильный вопрос и разыграть игру «Миллионер». Самые сложные, девочки, что вы подготовили? У нас, наверное, сложных нету. Ну, примерно. Мы же можем симпровизировать. Давайте. Соня, Соня у нас. Весь выбор Соне предоставлен. Давай. Что известная пословица предлагает взамен 100 рублей? Ой. Ой, и даже я не знаю, что взамен. Что предлагает взамен 100 рублей, известная пословица. Ну, 211. 101. 101, да. Все, игра «Миллионер» будет разыграна здесь. Поехали дальше. Я для себя записала метод Паретто. Вы запомнишь это такое? А кто сразу скажет? Рин, скажи, что такое. Когда ты один раз оставляешь, например, 10 рублей, а в следующий раз тебе позволяет оставить, например, 30. А, нет. Нет, это больше, чем 10%, это 20, например, да? Да, 20 на 80. Да, 20 на 80. Вот, все, записать две цифры. 20 на 80. И мы на этом с вами остановились как раз, да? 20 на 80. Как так сделать, чтобы больше деньги можно было откладывать? И деньги к деньгам, вы сказали, да? Да. Почему? Они притягивают. Не знаю, это, наверное, больше из фэн-шуя. Действительно магия есть такая, да? Я уверена, что есть. Потому что если вы все время будете только тратить и не считать деньги, еще деньги любят счет, помните поговорку, да? Да, вот. Соответственно, как бы у вас никогда, толком не будет оставаться денег. А если вы будете начнете их считать и копить, вот тогда у вас уже просто у вас появится некая система. Будете понимать, куда вы тратите деньги. Вы будете понимать цель, соответственно, вы лишний раз не пойдете и не купите себе чипсы, да? А отложите их уже в копилочку. Соответственно, вы будете приближаться к своей цели. К большим чипсам. Большой пачке чипсов, да? Ой, ну я надеюсь, что нет. Нет таких чипсов, на которые стоило бы копить. Вы сейчас озвучили свои цели, они более чем достойные. Даже я немножко так думаю, ну на себя-то хоть немножко тратим. Это классно, что вы откладываете на серьезные вещи. А на что тратятся деньги у подростков современного? Ну вот так вот все-таки, что себе позволяем? И что вам позволяют родители, Ирина? Ну, наверное, на конфеты. На конфеты, так. Соня? Ну, на аксессуары какие-то, либо на конфеты. Аксессуары ты имеешь в виду, что там вот эти ободочки, заколочки? Да, либо же я недавно купила новую оправу для очков. Оправу для очков, я смотрю на тебя, да. Очень красивая, да, можем подметить. Да, кто посмотрит сюжет по ТНТ, а там будет сюжетно, сейчас снимаю телекамеры, увидит красивую розовую оправу такую, Соня. Наверное, ко мне, да, сейчас? Отвязывайся, да, на что тратишь деньги. Я трачу, ну, поскольку я в разных сферах участвую сейчас, ну, чаще всего на какие-то художественные принадлежности, например, у меня очень быстро заканчиваются скетчбуки. У меня уже, ну, скетчбуки, в конце концов, на какие-то другие аксессуары. Иногда с друзьями гуляешь, они покупают, например, какую-то вещь, и ты ее тоже хочешь купить, и вроде бы ты такой, ну, нет, ну, не позволят, а потом все равно ее покупаешь и потом жалеешь. А у меня вот какой вопрос. Мы сейчас разобрали историю про то, на что девочки откладывают, на что они тратят деньги, как именно дают родители карманные деньги. А вот такой вопрос, я его задам, а потом мы примем звонок от слушателя, кто-то готов забрать у нас игру миллионер. А как разговаривать с родителями? Вот бывает такая, девчонки, у вас проблема, что надо попросить денег. Вот надо. Ну, бывает, что мама там с папой не уследили, или просто экстра деньги нужны. Да, бывает такое часто. А как подойти к родителям и попросить этих денег, как с нее поговорить, не знаете, стесняетесь. Или не бывает такого? Да, да, очень часто. Проблема есть, у Сони нет, она нам сейчас расскажет, почему нет. А у Зоси и Ирины есть. И мы спросим у нашего, у нашей гости, у Татьяны, как правильно выстроить диалог с родителями. Если ты считаешь, что у тебя обоснованная просьба, ну, это я уже начинаю подсказывать, если тебе нужны деньги. Примем звонок, пожалуйста. Так, Тонс. Ирина, принимай. Привет, как тебя зовут? Привет, меня Аня зовут. Классно. А сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе учишься, Аня? Я в 36-й. Прекрасно. Мы давно задавали вопрос, давайте его повторим. Знаете, я еще хотела сказать девочкам, и у тебя Марина, привет. Просто так совпало, что в этом году, в третьей смене, вот эти девочки были в четвертом отряде в лагере луч. А ты тоже там была, да, Аня? Да, я была. А фамилия у тебя какая, Ань? Лапчева. А где-то я тебя видела. Вот, и я хотела тебе сказать. Да, давайте повторим. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Все правильно, мы дарим, да? Да, дарим игру «Миллионер». Игра «Миллионер». Ну вот посмотрите, мало того, что прозвучала композиция из вот этой смены вашего лагеря, вам еще позвонила девочка, которая вместе с вами была, и передает привет. Аня, мы тебя поздравляем, не клади, пожалуйста, трубку, поговори с нашим редактором, она тебе расскажет, как забрать эту игру. Ну классно, как у вас глаза загорели сразу, да? Видимо, хороший лагерь. Мы с вами прям удивлены сегодня. Видимо, хороший лагерь был и приятные воспоминания. Проблема очень серьезная, Татьяна. Соня, согласна? Да. Как с мамой поговорить или с папой? Очень серьезная. Чтобы получить дополнительные деньги на расходы. Ну, давайте вернемся к началу нашего разговора, когда я сказала, первое, что нужно сделать, это считать деньги. Правильно, да? То есть, когда вы подойдете к маме, папе и попросите дополнительные деньги, естественно, первый вопрос у родителей будет, а куда ты потратил те, которые я тебе давала? Да, вот это самое страшное, когда ты подходишь и говоришь, я же тебе давала. Правильно. А давала две недели назад такой. А вы на цифрах. Вот смотри, мама, папа, такого-то числа, да, да, предоставляете листочек, где у вас все, дебет, кредит, слева, справа, да, доходы и расходы, и говорите, вот здесь ты мне дала вот столько, а потратила я сюда вот столько, столько, столько. Вот тут у меня еще оставалось, но тут ты мне не выдала новые денежки, а у меня были еще расходы. А вот сейчас мне требуется еще столько-то денег, и куда? То есть нужно обязательно, естественно, обосновать, куда вам надо. Например, скажет там мама или папа, у тебя же копилки есть, а у тебя статья расхода копилка что? Поездка в Москву. Да, 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 цель. Или карманные деньги при поездке на Олимпиаду, или вот твоя цель. Я не могу это трогать, это неприкосновенный запас. Это на замке. Да, да, то есть обоснование должно быть. Обязательно. И вот здесь, конечно, письменная форма обоснования в виде вот этой тетрадки, где вы все ведете, это просто то, наверное, перед чем безоружены все. Мы же также работаем с работодателями, правда? Вот когда бухгалтер приходит к директору и говорит, нужна вот такая-то сумма денег на это, директор спрашивает, были же деньги, возьмите оттуда. И дальше бухгалтер что делает? Нет, нет, а налоги мы заплатили, а зарплату мы заплатили, а констовары купили, а как же? Нет, у нас больше денег. Нужны еще. Это отлично. И все, и не надо ничего говорить, и конючий-то, мама, дай денег. Никогда не так. Пришла, положила вот свои там доходы, расходы, цели, проценты, метод Паретто написали там, да. Произвели впечатление на родителей. Произвели впечатление, да. И с этим обоснованием обсуждаете, нужно ли ждать немедленного согласия или нет. Не каждый же раз получается прямо сразу, Татья. Нет, конечно, родителям же тоже нужно посчитать, у них же тоже бюджет определенный, то есть сколько денежных средств они получают, получается, зарплата, либо дополнительные источники дохода, им тоже нужно понимать, а они смогут вам их предоставить. Им тоже нужно, надеюсь, посмотреть в свою тетрадь с бюджетом, потому что семейный и личный бюджет – это две вещи, которые должны быть в семье. То есть есть семейный обязательный бюджет еще, должен быть, по крайней мере. То есть это очень важно. Например, нужны новые какие-то бытовые средства для дома, а ребенку срочно что-то понадобилось. Ну, понятно, что, конечно же, лучше купить что-то для дома, потому что это пригодится всем, например. Существо так делает, кстати. Вы иногда покупаете девочке домой что-нибудь из своих? Да. Например, что? Расскажите. Ну, в последний раз я покупала набор губок, которыми моют посуду, и... А, вообще не помню. Так, Соня? Я покупала швабру, потому что наша швабра уже... По своей инициативе. Сама ты это сделала. Потому что я перед этим мыла пол, и она прямо в руках начала разваливать. Слушайте, а я вот когда мы обсуждали с вами сегодняшний сценарий, и с девочками обсуждали, мы решили семейный-то бюджет вычеркнуть, потому что подумали, что рановато. Оказывается, не рановато. Нет вообще. Вы, оказывается, со своими-то деньгами уже вписывайтесь в семейный бюджет и начинаете встраиваться. Вот какая интересная история-то вышла. Начали просто с расходов на завтраки школьные и мелочевку какую-то. Перешли с вами на откладывание денег для серьезных каких-то ваших собственных проектов и участие в семейном бюджете. Ну да, это важно, мне кажется. Да. Нам надо задать вопрос, потому что нам пишет наш продюсер, что нельзя оставлять... Я только должна сказать, что Аня Лаптева, которая ездила с вами в лагерь и которая нам звонила только что, она сказала, что игра у нее уже есть, и вместо нее она выбрала книжку «Я уеду жить в свитер». Я эту книжку вычеркиваю, ее забрали, отлично. А игра у нас осталась. И есть возможность у позвонившего сейчас ее выиграть. Давайте зададим еще один вопрос. Девчонки, вперед. У вас там целый список вперед. Любой вопрос, пожалуйста. Мне они все понравились. Ирина, ты не задавала еще вопрос. Давай. А у нас больше вопросов нет. А у нас больше вопросов нет. А можно я? Да. Можно я задам? Наша еда. Да, давайте мы только немножко отвлечемся от бюджета и перейдем к основе, да, что такое деньги, да. Вот. У меня такой интересный вопрос. Я не знаю, ответят на него, не ответят. Давайте погадаем просто. Все знают, что любые деньги бумажные, они изымаются из оборота. После... Они же мнутся, хотя они делаются из льна. Да. Из носу стойкого, да. Там определенное соотношение льна и забыл. Лена, это такой цветочек голубенький? Да. То есть, из стеблей, которых из нити делают еще одежду такую приятную льняной, и в деньги тоже лен помещается? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я вам даже скажу, потому что я подготовилась. Я впервые об этом слышу. Слышали об этом? Нет. Они из специально разработанного, износоустойчивого материала, состоящего из хлопка и льна. Из хлопка и льна? То есть бумаги почти нет? Они натуральные по производству. Нет, хлопок это и есть бумага, дорогая. Хлопок. Вот. Но они всегда выходят из оборота, естественно, и их уничтожают. Так вот, вопрос. А как их, на что перерабатывают? В России. Когда уничтожаются бумажные деньги, на что их перерабатывают в России? 211-101. Это для хорошей. Это просто поигры, просто шикарные. Можно даже к игре еще что-то подарить. Как ты думаешь? Да, я думаю, я даже сейчас выберу. Я дам небольшую подсказочку. Это делается строительный материал, которым покрывают крыши. Вот, понимаете, никак не по вагонам узнаем. Мам, мам, нет. 211-101. Да, вот ребенок у меня заволновался, даже мамой назвал, не Светлана Владимировна. Хорошо, 211-101 бумажные деньги перерабатывают во что-то российские и покрывают этим чем-то крыши. Что это такое? 211-101. Но для меня сегодня тоже день открытия. Ну, не зря у нас открывашка. Конечно, не зря открывашка. Поехали дальше. Слушайте, на самом деле, вот то, что лежит у девочек на столах, это не то самое, во что в итоге перерабатываются деньги. Это просто, мне кажется, переработка как раз их что-то такое становится. Да, понятно, все. Хорошо, ладно, ладно, хорошо. Итак, мы с вами пришли к тому, что несмотря на то, что подростки получают карманные деньги, они так или иначе начинают участвовать в семейном бюджете. Да, в семейном бюджете, распределение денег в семье. И для того, чтобы, наверное, свою часть вот в этом распределении семейных денег получить, нужно, как мы сегодня уже проговорили, понимать четко, на что мы расходуем свои деньги, какие у нас цели есть, какие дополнительные средства мы можем получить, какими степенями. Но вот здесь как раз самый тот важный момент, который подходит для того, чтобы Ирина, ты озвучила свой вопрос. Помнишь, ты мне до эфира сказала, можно ли ситуацию вот такую разобрать? Я думаю, что даже нужно. Вот смотрите, у некоторых детей в семье родители не дают им карманные деньги. Вот что им делать? Вообще. Вот они приходят в школу, у одноклассников есть карманные деньги. Они, да? Да. Они об этом знают, а денег нет. Как поступать вот здесь правильно? Это такой вот прям вопрос не только, наверное, к бухгалтеру. Да, это уже, да, и скорее больше и психологический вопрос. Но я как мама, да, я могу ответить, давайте так скажем, не как руководитель бухгалтерской фирмы, а как мама. Ну, во-первых, надо разобраться, почему так происходит. То есть или родители не доверяют как раз то, что может быть, когда-то вам дали денежные средства, деньги. А ты их потратил впустую. Да, то есть нужно просто завоевать тогда кредит доверия. Кредит доверия. Да, я так называю. Кредит доверия. Его нужно завоевать. Да. Либо, может быть, честно спросить, почему так происходит. И именно выстраивать диалог не с позиции хныканья, да, у всех есть деньги, а у меня нет денег, да, а именно просто подойти и спокойно поговорить. А почему? Просто поинтересоваться. Почему? Может быть, нет средств. В данный момент времени. Да, да, да. Либо нет кредита доверия. Тогда нужно спросить, а как его можно заработать. Ну, то есть все равно нужно подготовиться к этому, да, разговору. Нужно подготовиться. А не слету. Обозначить проблему. Вот что проблема у меня такая. Предложить пути решения. Может быть, самостоятельно предложить эти пути. Продумать. И, может быть, даже прописать эти пути решения, учитывая те все знания, которые мы сегодня с вами дали там, да, в эфире нашим слушателям. Вот опять же посмотреть свои расходы, доходы, обоснования, цели, да, вот какие-то такие вещи. И вот с этими прописями прийти к родителями. И спросить у них в первую очередь, да. Спросить. Ну, как ребенок, наверное, все-таки ребенок должен сказать родителям, что я буду уважать любую вашу позицию, но у меня есть вот такие там ряд вопросов вот таких. Давайте, может быть, мы их обсудим. Правда? И дальше уже дать возможность родителям вместе с тобой обсудить эту историю. И из любого семейного бюджета, какой бы он ни был сейчас проблемный, маленькую сумму выделить можно. Просто ее нужно тоже принять и с ней работать. А как работать? Правила ведь те же самые, абсолютно. И на самом деле вот эта история про то, что много денег – это много счастья. И вот сейчас у меня… Нет, ну нет. Это такая история как раз про… Сколько мы читали много, да, что счастье не в деньгах. Счастье не в деньгах и не в их количестве даже. Я хотела добавить, а в их количестве. А в правильном подходе все-таки. В правильном подходе, который мы пытались вот сегодня с вами разобрать. И я надеюсь, что какие-то истории такие для себя вы выцепили. Но здесь еще вот, кстати говоря, про психологию того, что кто-то с деньгами в классе, а кто-то не с деньгами в классе. Это тоже очень важная история. Но ее нужно разобрать отдельно. Хорошая, Ирина, подача, мы ее возьмем. Это когда, например, у того есть такое-то, а у другого такое-то, а у тебя этого нет, и сразу хочется. Да, не только деньги. Одежда, гаджеты какие-то, возможности ездить куда-то или невозможности и так далее. Приоритеты, опять же, в жизни. Что это тебе дает, насколько ты счастлив. Дает ли это тебе друзей, общение и прочее. Это хорошая история уже для взрослых. Не могу сказать, что прям дает. Для взрослых детей, которыми вы уже становитесь. Взрослых людей, которыми вы уже становитесь. Это надо, наверное, с психологами, да, кто-то разобрать будет. Может быть, с родителями. Может, нам открывашку еще с родителями сделать какую-то отделку. Нет, сказали ведущие, пускай они там сидят. С родителями-психологами. Да. Давайте мы повторим еще раз вопрос, который нам Татьяна задала для того, чтобы разыграть игру и плюс приз. Книжку какую-нибудь. Повторите, пожалуйста. Вышедшие из оборота деньги, бумажные деньги, которые изымаются из оборота, на что их перерабатывают в России? На какой вид строительного материала? Я вот понятие. Я знаю, что это. 211-101. Ну, тот, кто не знает, может быть, загуглил ужин. Я просто знаю, в принципе, но не буду говорить, держусь. А мы посмотрим, кстати. Если не будет звонка, дадим возможность нашим ведущим. Они сидят без компьютеров сейчас, сразу скажем, и без гаджетов. Дадим возможность им ответить. Если не будет звонка, кто-нибудь из вас выиграет. Вот этот замечательный приз, который мы сейчас предлагаем. То есть ты в последнюю очередь будешь отвечать. Слушайте, ну вот смотрите. Если уж мы заговорили о деньгах, то вот у нас на столе разные виды представленных денег. Здесь есть и мешочки, и здесь и купюры целые. Вот целые упакованные такие с банковскими лентами купюры. Есть старые денежки, которые вот здесь вот стоят у нас вот в такой вазочке. У меня такое ощущение, что у каждого человека в доме есть такая вазочка, в которой разные денежки записят. Это моя личная вазочка, наша семейная вазочка. У меня такая же есть. Там есть старые деньги и есть деньги, привезенные из разных стран. Бумажные, металлические и прочее. Ну вот для меня, например, было удивительно, что деньги производятся из хлопка, из льна. Мне казалось, что деньги сейчас производятся только из высокотехнологичных материалов, типа пластика. Переходят постепенно на пластик? Переходят, переходят. Если не ошибаюсь, в Австралии уже начали с пластикой делать денежные средства. Пластиковые вставки есть уже в канадских деньгах, я знаю. А еще где-то пластиковые вставки, чтобы они дольше служили, наверное. У нас есть телефонный звонок. Да, могу я его принять. Привет. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Витя. Мне 9 лет. Я учусь в 70-й школе. Ты молодец. Ты у нас не первый раз, как я понимаю, да? Да. Отлично. Как ты провел сегодняшний день? Как его ты, в принципе, начал? Сразу на нашу программу побежал служить? Нет. Ну, сначала встал, проснулся, почистил зубы, в ролики успел еще посмотреть. И потом я уже вас покажу. Это очень здорово, очень продуктивный день. Ну что, давай отвечай на вопрос. Повтори сначала. Давайте, я не запомнила. Души из употребления банкноты могут использовать при производстве строительных материалов. Я учусь в кровельных, утеплительных изолюциях. Изоляционных. Мама там подсказывает. Ты нашел, да? Витя, а ты читаешь где, в интернете или в книжке, скажи? В интернете. В интернете. А ты знаешь, что такое кровельный, изоляционный материал? Крыша. Что-то в крыше, да? Что-то в крыше, чтобы тепло было. Нет, не просто стил. Я уже думала. Зося, мы тебя на строительную программу отправим. Все-таки не только Миша Голиков должен там участвовать. Изоляционный материал, чтобы было тепло в доме, да? Чтобы холод снаружи не проникал внутрь. Ты молодец, дорогой. Да, ты позвонился. Мы тебе дарим, вот, тебе дарим огромную просто игру «Миллионер». И также книжку, вот, или приглашение. Что-то сам захочешь, ты пообщаешься с нашим, я думаю, да, редактором. Давайте прямо в эфире спросим у Вити. Не, не выпускайте, пожалуйста, Витя. Оставьте нам в эфире. Витя, а что ты, кроме игры «Миллионер» хотела бы получить еще в подарок? Батутный парк. Батутный парк. Новый Level Up на Сурикова 14. Так, у нас супер вопросы, супер победитель Витя. Игра «Миллионер» плюс «Батутный парк». Молодец. И мама молодец, которая вовремя помогла и нашла Витя ответ в интернете. Отлично. У нас есть еще время. Мы начали говорить о различных видах денег. Девчонки уже перебрали денежки. Старенькие такие. Маленькие разные старенькие. С запахом интересным. Они пахнут специями. Или перцем каким-то. А это они стояли в этом. В ступке. Вместе со специями. Вот тут я вижу очень интересные деньги. Они, конечно же, отличаются от тех, которые у нас сейчас. Например, все же знают, что 1000 рублей – это такая зелененькая бумажка. Когда ее видят где-нибудь, когда родители ее достают, все прямо замирают. А тут она такого коричневатого цвета, как 100 рублей. И с другими совершенно изображениями. Это какой год у тебя в руках? Это год. А тут не оторвана часть. В общем, про историю денег, конечно, нужно и можно делать. Отдельную программу. У нас была программа про историю денег давным-давно. Мы делали ее с Вяткобанком. Я помню, что приходил специалист из Вяткобанка. У них тоже есть просветительские уроки. Делали нам программу про историю денег. Потому что про деньги можно рассказывать бесконечно. Они постоянно меняются. Они постоянно меняются. Но если мы заговорили про новые материалы, то почему все время переделывают деньги и внедряют новые материалы? Все-таки основная история у правительства – это, чтобы деньги дольше служили, или у них какая-то другая мотивация? А могу я предположить? Да. Ну почему в Австралии? Ну, в Австралии, во-первых, очень маленький такой континентик. И пластика, наверное, там довольно много. Все же выбрасывают какие-то бутылки. Ты думаешь, что из переработанных бутылок делают деньги? Ну, возможно, они придумали какую-то ситуацию, все-таки, чтобы не загрязнять этот маленький континентик. Делать деньги, историю сырья. Континентик. Их хорошие вот такие лагуночки. Они решили, что можно сделать из бутылок и пластика, например. Помочь природе, поддержать экологию. Но вдруг, вдруг. А фактически как это происходит, Татьяна? Ну, фактически вводятся все новые и новые степени защиты, на самом деле. От поделки денег защищают. Да, от поделки, потому что все вот эти знаки сначала водяные, потом голографические, теперь пластиковые вставки, да, на деньгах. У меня тоже где-то там лежат евро, я не помню, там есть евро уже пластиковые вставки или нет? Есть. В долларах точно есть. В долларах точно есть. И в наших уже купюрах начинают делать вот такие вставки. Новые технологии вводят, а фальшивомонетчики изобретают возможности их подделать. Но они тоже не стоят на месте. Ну, сейчас мы уже заговорили про криптовалюту. Вы знаете, девочки, что такое криптовалюты? Не совсем. Нет. Ну, и нам сейчас не объяснить за пять минут. Это виртуальные деньги, так скажем, да, не существующие в наличии, на самом деле. Которые невозможно потрогать и связать, да? Но вот вы в каких школах, кстати, мы не спросили у Ирины и у Сони, вы в каких школах учитесь? Я учусь в девятой школе. В девятой, а ты, Соня? Я учусь в лингвистической гимназии. Ну, вот вы такие у нас, вы у нас такие гуманитарии. Есть лингвистическая гимназия. Надо нам Кэппл. Есть, на Филиппе. Был бы Кэппл, если был бы Федя. Надо нам Кэппл пригласить. Вот Фёдор сегодня, к сожалению, заболел. Привет, мы передаем, пусть выздоравливает. Да, и у нас ещё есть ребята из Кэппла. Там основной акцент на экономику делается. И там, наверное, про криптовалюты нужно поговорить, потому что для меня криптовалюта до сих пор это что-то такое абсолютно далёкое, нереально. Мне надо потрогать и положить деньги в карман. Потому что я вот, например, тоже гуманитарий, совершенный. Это не для меня. У нас есть ещё время, чтобы задать. У нас есть время, мы спросим Дениса Князя, нашего звукорежиссёра, чтобы задать вопрос и разыграть ещё одну книжку или приглашение. Я могу спросить всех ведущих здесь. То есть у меня есть вопрос. Я такой вопрос очень люблю задавать. Значит, мы сегодня назвали здесь в эфире метод, который я попрошу вас по телефону 211-101 позвонить и назвать метод с фамилией человека, который придумал, как правильно распределять деньги. Не совсем так. Он не придумал. Просто этот метод можно использовать при планировании. На самом деле этот метод немножко по-другому звучит, но его можно во всех сферах применять. То есть такой метод планирования, который мы сегодня вам описывали. 211-101. Вспомните и назовите метод планирования, который прилагается к разным сферам, в том числе и денежного планирования. Мы его сегодня называли. Вы нам его тоже, пожалуйста, назовите по телефону 211-101 и выиграйте книжку или пригласительный из нашего сегодняшнего набора. Есть телефонный звонок. Сонечка, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Арина. Как у тебя дела? Хорошо. Как ты начала сегодняшний день? Я даже знаю, мне кажется, кто нам звонит, да? Да, Ариночка. Добрый день. Сколько тебе лет? Скажи еще раз. Семь. О, замечательно. Это самый юный сегодняшний нас слушатель. Арина, ты слышала вопрос, который мы задавали? Как называется метод планирования, о котором мы сегодня рассказывали в нашей программе? Арина? Паретто. Метод Паретто. Это хорошо, что подсказывает, и слава богу. Значит, Арина не одна слушает эту программу. Арина, ты помнишь, о чем говорит метод Паретто? Нет. Нет? Ну, ты не спрашивала, о чем он говорит, я просила просто назвать. Что выбираешь из наших сегодняшних призов? Книжку или приглашение. Я вот тебе могу несколько вариантов предложить. Например, очень интересная на двоих коты-кафе Зуки. Там, где кошечки. Ты хочешь коты-кафе, Арин? Да, хорошо, мы тебе предлагаем. Не клади трубку, пожалуйста, поговоришь с нашим продюсером. Вот так мы на четверых сегодня поговорили с нашим слушателем в финале. Завершаем разговор? Да, да, да. Завершаем. Наша программа подошла к концу. Да, очень интересно. Это, к сожалению, подходит к концу наша программа. Благодарим наших гостей. Прежде всего, мы благодарим руководителя компании «Бухгалтеры Я» Татьяну Максимчук. Наших коллег. Замечательных Соню и Ирину из программы «Ультрамарин». Мы будем ждать сюжет о нашей совместной работе. Сегодняшней девочке, спасибо вам большое. Вы прекрасно выглядите и чудесно говорите. Спасибо вам. Нам очень приятно было. Успехов в вашей карьере телеведущих. Кто знает, может быть, вас и радио заинтересует. Ну и здесь сегодня были Софья Занько и Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова